В первый день полномасштабного вторжения России в Украину российские олигархи лишились больше 300 миллионов долларов. И это было начало. По состоянию на январь 2023 года самые богатые россияне из-за западных санкций потеряли почти 95 миллиардов долларов, сообщает издание The Guardian. Они рано или поздно могут превратиться в ту силу, которая начнет собственную маленькую победоносную войну, в том числе против, например, Путина, потому что вся российская элита, я уверен, уже все понимает. Они понимают, что война проиграна и, по сути, они стали заложником одного человека, который продолжает вот эту вот войну. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба «Челси», потерял больше половины своего состояния, обеднев на почти 8 миллиардов долларов. В минусе и ближний круг российского президента. Состояние Сулеймана Керимова, сенатора Российской Федерации и давнего соратника Путина, уменьшилось на 40%. Теперь у него по подсчетам The Guardian 9 миллиардов долларов. Еще один друг Путина – миллиардер-инвестор российской энергетики Геннадий Тимченко. Из-за западных санкций утратил почти половину состояния. Такие финансовые потери, приближенных российского президента, не добавляют лояльности, говорят аналитики. Один из серьезных симптомов того, что положение Путина становится более шатким – то, что его друзья создают собственные армии. Россия угрожает более серьезная опасность. Она не только угрожает, она реализуется сегодня. Вот давайте задимся в вопрос. Откуда вот это невиданное количество частных военных компаний? Они же как грибы после дождя растут. У всех на слуху и на виду это, прежде всего, частная компания военная Пригожина, Кадырова. Буквально события последних дней. Частную компанию создал мультимиллиардер, очень близкий к Путину – это Тимченко. А вот еще несколько фигурантов из рейтинга потерь российских олигархов. Алексей Мордашов, основа состояния которого – акции «Северстали». Из-за санкций и европейских ограничений на экспорт металла из России потерял около 11 миллиардов долларов. Минус 8,3 миллиарда – это личный рекорд основательницы российского маркетплейса Татьяны Бакальчук. 6 миллиардов долларов лишился основатель одного из самых больших онлайн-банков в мире – Олег Тиньков. Тучи над Путиным сгущаются, это правда, потому что олигархи некоторое время подождали, посмотрели, а теперь поняли, что власть начинает уже колебаться, и, соответственно, время действовать. Они видят, что санкции наращиваются, что Запад не собирается отступать, и они там все отыгрывают назад. Но я думаю, что они уже видят, что они теряют рынки, они теряют возможности влияния, они теряют деньги, и страна их не находится в тупике. И это, конечно же, подстегивает крупный бизнес, в том числе даже средний бизнес, для того, чтобы искать выход. Правительство Великобритании заморозило активы россиян на более чем 18 миллиардов фунтов стерлингов. Финансовое благополучие российской элиты влияет не только на правящий режим, но и на обычных российских граждан. Предприятия закрываются, а на тех, что смогли удержаться на рынке, урезают зарплаты и сокращают штат. Россияне, которые занимаются инвестициями, выводят свои деньги из России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова